Пункт 1. Генеральная ассамблея сейчас заслушает заявление его превосходительства Антони Марки Петит, главы правительства княжества Андорра. Я прошу протокол сопроводить его превосходительство. Мне приятно приветствовать главу правительства княжества Андорра и его превосходительство Антони Марки Петит. Я предлагаю ему обратиться к генеральной ассамблее. Господин председатель, ваше превосходительство, дамы и господа, для меня честь представлять мою страну княжества Андорра. На этой сессии генеральной ассамблея, когда мы празднуем 70-ю годовщину, за последние 10 лет мы неоднократно слышали ораторов, выступающих с этой припуны. Каждый год говорили о мире, социальной справедливости, а в последнее время также и попустойчивого развития. Если эта тема рассматривается столь долго, видимо, что-то у нас не в порядке. Может быть, у международного сообщества были проявлены какие-то недостатки, и оно не смогло содействовать реализации этих целей, которые являются определяющей философией, придающей харизму организации объединенных наций. Безусловно, благодаря ООН, международное сообщество добилось беспрецедентного прогресса. Однако, признаю, что не все проходило гладко, много еще можно улучшить. Это признание уже является первым шагом для того, чтобы напрямую заняться вызовы, стоящие перед нами. В последние 70 лет, по-моему, изменилось 70 лет назад, международное сообщество договорилось о превращении Третьей мировой войны, которая была разрушительной для человечества, а также для того, чтобы они не навязывали новый порядок, мы должны действовать на консенсус и гармонии, поскольку сбалансированные справедливые решения гораздо прочнее, чем те, которые навязываются за счет принуждения или одностороннего применения силы. Несколько дней назад мы выслушали президента Обама в этом зале, и он сказал, что ни одна страна не может претендовать на то, что в одностороннем порядке она может решить проблемы мира, и она может оказаться в изоляции, и будет считать, что проблемы мира ее не затронут. Андорра маленькая страна, поэтому мы, наверное, лучше других понимаем, насколько эти слова были глубоки. Последние 70 лет Андорра перешла от изоляции к открытости 70 лет тому назад. Наша страна прошла огромный период развития, и наша страна находится в пущении между горами, не открытая границей, но дороги открыли к нам с возможностью связи с Францией и Испанией, что позволило нам выйти из изоляции, открыться. Мы в Андорре смогли развивать туризм, торговлю и финансовый сектор, и это выдало возможности нашему населению и десяткам тысяч людей в соседних странах. Эти лица, многие из них приехали, конечно, в Андорре, и лишь способствовали нашему дальнейшему развитию. История Андорры – это история постоянной адаптации к окружающей среде. Это также история непрерывного процесса изменений. В десятилетия 80-х и 90-х годов моя страна приспособила свою институциональную систему к системам других. Это также было важным моментом в нашей политике открытости. Мое поколение стремилось упорядочить также и нашу экономическую систему. Три года назад мы приняли новый закон в экономике, который ограничивает пределы иностранных инвестиций. При этом мы наделили всеми экономические правами тех иностранцев, которые проживают в Андорре. Кроме того, Андорра выступила за сотрудничество и прозрачность. Мы приняли новую модель налогообложения, которыми приняли соответствие существующих в других странах. И мы продолжали пытаться прогресс в плане обмена налогоинформации. И также мы стали создавать сеть соглашений по достижению двойного обложения. Мир меняется, и Андорра также должна меняться. Мы стали страной более открытой, конкурентоспособной и прозрачной. Мы твердо убеждены в том, что укрепление экономических связей с другими странами является для нас возможностью для того, чтобы заложить более прочную основу для мира, который был бы построен на основе сотрудничества с правительствами мира. И, конечно же, последние 60 лет изменился Европа по собственному созданию Европейского Союза. Андорра подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, что открыл для нас новые возможности для процветания наших граждан и обеспечения стабильности в нашей стране. И мы при этом исходили из духа сотрудничества, конкурентоспособности и прозрачности. Как же, как мы поступили и в отношении наших последних реформ с последние годы. Андорра считает, что мы должны открыть более широкий горизонт, видеть дальше наши горы, эти горизонты, связанные с единой Европой. Мир стал более открытым, более взаимозависимым. В мире существуют все более укрепляющиеся экономические культуры и социальные связи между государствами, и это способствует миру и гармонии. Как заявил президент Обама, главными вызовами нашего времени, в том числе экономические вызовы, это те проблемы, которые мы должны решать совместно. Андорра, господин председатель, понимает, что спустя 70 лет своего существования Организация Объединенных Наций должна приступить к процессу новых реформ. Именно поэтому мы поддержали политическую декларацию по правоведу в Совете Безопасности, когда речь идет о массовых бойнях. Эта инициатива была выдвинута Республике Франции, а также Мексикой. И важно то, что Франция, постоянный член Совета, стал частью этой инициативы. И я хотел бы здесь также со всей ясностью заявить, что инициатива Франции, включавшая в выступлении Ланды в понедельник, свидетельствует о том, что Франция, применительная к праву Вета, заявила о том, что это право должно осуществляться в зависимости от обстоятельств. Ибо учреждения ООН должны исходить в ценности ООН, и должны быть поставлены на службу людей работать в интересах универсального мира, солидарности и справедливости. Когда речь идет о выживании десятков тысяч людей, международное сообщество не может оставаться в стороне и бездействовать. Тот баланс, который существует благодаря ООН, не может использоваться как оправдание того, что не будут приниматься меры, когда в нашем большом городе, в мире нарушается право человека, и поэтому надо искать какие-то решения, а учреждения должны способствовать их нахождению, а не создавать проблемы. Именно поэтому мы и затронули вопрос о реформах Совета безопасности. Мы должны продвигаться вместе с организацией ООН вперед, и вот мы должны ее менять, приспосабливать к новым условиям, без каких-то радикальных изменений, но все же мы должны действовать решительно и эффективно. И мы должны это сделать сейчас, не ожидая очередного гуманитарного кризиса или новой блокады, которая бы позволила нам вновь обратить наше внимание на наши слабые места и недостатки. В крайней ситуации, которые сложились, например, в Сирии в последние годы, международное сообщество должно иметь возможность реагировать на эти события эффективно и справедливо. И не надо забывать о том, что сейчас мы пока этого сделать не сможем. Это, конечно, вызывает чувство очарования, бессилия, что необходимо преодолеться. При этом мы должны признать, что мы либо часть проблемы, либо часть усилий по ее решению. Международное сообщество всегда должно принимать участие в решении проблем. Дамы и господа, мы своевременно не отригрывали на кризис в Сирии. И об этом свидетельствует положение, которое мы видим каждый день на границах Европы, куда прибывают тысячи беженцев, бегущие от насилия. Это не мегационный феномен, вызванный социально-экономическими причинами. И то, что мы наблюдаем, это исход людей, которые бегут от войны и смерти. Они не ищут просто лучшей жизни. Они просто хотят выжить. И это требует задействовать самовсущность, организация линию информации. Андорра понимает, насколько сложное положение сложилось в Сирии. Именно поэтому правительство решило также принять беженцев. Мы должны действовать в соответствии с нашей традицией, приема у себя людей, интегрирования их в наше общество. Мы хотим быть частью решения, причем сбалансированного решения в рамках общей Европы, поскольку вновь глобальные проблемы требуют глобальных решений. И Андорра, хотя она и играет сокромную роль, все же хотел бы оставаться частью этого главного решения. Мы слышим отчаянные призывы беженцев, откуда бы они ни пребывали, этот призыв должен потопить нас к действиям. Приходится, к сожалению, констатировать, что развитые страны уже долго ждали, прежде чем они начали действовать. Как сказал президент Уланд, на меня развитые страны быстрее среагировали на поток беженцев, стали принимать тех, кто бежал от войн, тирании, в отличных ситуациях. Которые, к сожалению, нередко встречаются на нашей планете. Мы, более раз этой страны, тянули время. И сейчас, наконец, настало время осуществить реформы с тем, чтобы жестокости в Сирии больше никогда не имели места. Мы должны принять политику оперативных действий в мировых масштабах. Конечно же, речь идет о поддержании мира, о установлении и недопущении конфликта. И поэтому Уландорра приветствует соглашение между Соединенных Штатами и Ираном по ядерным вопросам. Эта договоренность свидетельствует о том, что, как бы ни разнились позиции стран, всегда есть возможность сотрудничать и договариваться. Господин председатель, Мы маленькая страна. Но это не означает, что мы не в состоянии бороться с токостью войны. И Андорра присоединилась к компаниям соглашения, тексту, который, когда и наделяет международный голос суд, действует и принимать решения, применяя свою юрисдикцию в отношении военных преступлений. Несколько лет назад в этой же Генеральной Ассамблее говорили о конфликтах в Ливии и Сирии. И этот диалог позволил эффективно разрешить этот конфликт на основе справедливости. Это открытая дискуссия. И я считаю, что, как мы убедились, мы должны действовать эффективно, проявлять справедливость, потому что справедливость, если она недействована, остается лишь словом на бумаге. И справедливость должна быть действительно действенной, как сказал Папа Франциск в этом же зале 25 сентября. Справедливость – это эффективный практический путь для того, чтобы поднимать шаги и необходимые меры. Нет прочных решений, проблем без справедливости. Именно поэтому режимы и тираны, которые совершают широкомасштабное убийство и нарушают права человека, не могут стать частью решения, поскольку они, безусловно, являются частью проблемы. А жертвы конфликтов не могут жить, зная о том, что международное сообщество о них не позаботилось, не зная этого. Господин председатель, главная цель организации объединенных наций стояла с самого начала цель укрепления мира и предотвращения конфликтов. Но даже отцы и основатели признавали, что мир и справедливость идут рукам об руку с образованием, возможностями, социальными правами, национальным и устойчивым использованием природных ресурсов и окружающей среды. Именно поэтому Анторе действует и в других областях, таких как образование в рамках устойчивого развития. Мы приветствуем эгрантов, принимаем их в себя, мы обеспечим их интеграцию, обеспечиваем разнообразие. Эта система включает в себя система образования на французском и испанском, и в том виде, как мы ее практикуем, это образование у нас в Андорре. Поэтому моя страна была готова к принятию инициативы, глобальное образование первой инициативы, инициирована генеральным секретарем. Эта инициатива поступает за обеспечение начального образования для всех, качественную подготовку глобальных граждан. Мы никогда не забываем о ценностях, которые лежат в основе этой инициативы, дамы и господа. Решение проблем с глобальной точки зрения сейчас нужно более, чем когда бы то ни было сейчас, решая проблемы окружающей среды. Наши проблемы заключаются в том, что обычно принимаются односторонние меры для их решения, но в данном случае такого рода решение не будет идеальным и непрочным, и не позволит решить проблему раз и навсегда. Решение должно быть либо глобальным, либо его не будет. Поэтому мы должны исходить из глобального подхода, рассматривать себя как глобальный мир, глобальные народы, о чем говорила президент Бразилии Дмаруссия в открытии этой сессии Генеральной Ассамблеи. И малые страны, как моя, наверное, лучше осознают, что имеется в виду, под словами людей мира, всего мира. Андорра – это страна, но мы также и народ, люди. И кто лучше, чем Андорра, сможет реализовать на практике такого рода глобальный подход, глобальное мышление, и действовать, соответственно, хотя мы маленький народ, мы, тем не менее, заботимся о своей окружающей среде и зайти в сторону того, чтобы другие решали наши проблемы. В Андорре последствия глобального потепления нас беспокоят и напрямую затрагивают. Средний рост температуры средних возрастал на 0,2 градуса каждый день по Цельсию, и осадки сокращались на 2 литра на квадратный метр каждый год. Наши водные ресурсы уменьшатся на 18% к 2050 году. Это не может не беспокоить нашу страну, которая в основном полагается на туризм горнолыжных, с участием горнолыжников, решение соглашения способствует... Необходимый для стран Андорра действует в этом плане, и мы совместно пытаемся выполнять показатели в области окружающей среды, хотя возможности нашей национальной политики ограничены, поскольку наша страна, видимо, мала. Поэтому нам нужны глобальные решения, которые должны применяться на местах. Соответственно, Андорра стала одной из первых стран, которая внесла свой вклад в работу конференции государственных участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Экономатической конференции, которая состоится в Андорре и Андорре, также, например, на пенсацию выброса СО2 и других тромбовых газов. Экономатических вырослых на 37% в 2020 году. И мы, таким образом, также берем на себя глобальные обязательства и будем добиваться того, чтобы глобальное потепление росло темпами ниже двух градусов. Мы одобряем заявление президента Оландо, который призывал страны, которые пока еще этого не сделали, добиться в протяжении череда на этой конференции. Мы должны наделить международные сообщества необходимыми инструментами для того, чтобы решать вызовы будущего в нашей заботе об окружающей среде. В ходе этой конференции в Париже мы рассмотрим политику каждой страны в области окружающей среды и энергетики. И подчас у нас складывается впечатление, что международное сообщество не особенно озабачивается национальными проблемами. Нам также кажется, что национальная политика не имеет глобального видения. И, как сказал президент Французской Республики, если в Париже мы будем откладывать решение, то мы никогда эти проблемы не решим. Нас обращаются наши граждане. Это граждане тех государств, которые представлены здесь. И они хотят, чтобы мы в Париже достигли действенного и окончательного соглашения. 70 лет тому назад мир избавлялся от последствий двух мировых войн. Это был мир непрочных балансов. И сейчас не время думать о каких-то несоответствиях. Мы должны думать о том, чтобы пополнять свои обязательства. Мы должны оставить посаде прочую разразненность принятия решений. 70 лет у нас. Здесь 70 лет он стал городом мира, прав человека, справедливость, следующего развития. Каждая страна, каждое правительство, когда выступало время принимать решения, знало о том, что международное сообщество, наблюдает за ними, что за ними наблюдает весь мир. Мы представители международного сообщества, и мы также должны чётко осознавать, что мир наблюдает за нами. И о наших решениях будет вынесено мнение будущих поколений. И именно этим будущим поколениям мы должны оставить мир, который был бы более мирным, более справедливым, более процветающим и более устойчивым. Вот уже 70 лет главы государств, премьер-министры, министры, все они прибывали сюда для того, чтобы, говорится, обсуждать проблемы мира, укрепление прав человека и справедливости. Но, наверное, придёт время, когда нам больше не придётся защищать эти ценности столь яростно, поскольку они не стали реальностью. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю главу правительства Княжества Андорра за это заявление. Я прошу протоколу сопроводить его. Продолжение следует...